Саша Горр. Петрович, не подскажете, на каком дне голодания появляются сверхспособности? Увы, со своего опыта должен сказать, ни на каком дне, вот я голодал 40 суток, они не появились в сверхспособности. Сверхспособности, но нечто было относительно от другого. Но сверхспособности просто от голодания не появляются. Сверхспособности появляются от того, готов ли человек взять ответственность за использование этих сверхспособностей или нет. Или он, если ему их дать, он может ими только побаловаться. То есть это осознанная работа, которая приводит к тому, что у вас это появляется. Если этой осознанной работы нету, то никаких способностей не будет. Ну, расскажу два случая из своей практики, когда я, как бы сказать, подходил или пытался получить сверхспособности. Первый случай. Это было очень давно, я, значит, начитался, что можно поднимать кундалини по чакрам. И начал этим заниматься. И действительно, я чувствую, ага, вот она поднимается, то есть энергия поднимается сюда, 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 все. Но в руководстве так вот сказано, что что-то там откроется, что-то там появится. Действительно, там, допустим, были яркие там сны, я там видел, так, очень такие интересные вещи, то есть вот такие вот. К чему их и как их применять, я не знал. Но в один из дней, поднял примерно ее где-то энергию до горлового центра, я попытался ее, значит, поднять выше до сахасрары. И тут, ну, так как я не знаю, ага, можно что поднять и все. Какие, какие надо еще соблюдать условия или еще что-то. Ну, абсолютно там не написано, неизвестно и так далее. Ну, вот, что можно сделать. Я начал, грубо говоря, это дело тянуть. И вот, представляете, что я ощутил. Я ощутил резкий пробой, когда, значит, энергия вот отсюда, она, возможно, должна была по траектории определенной пройти. Она прошла совсем не по той траектории. Причем это произошло резко в виде выстрела. То есть, такое впечатление, как вот этот выстрел в голову отсюда, такая, бах! Как далее, понимаете? Такая резкая боль. Резкая боль, понимаете, вот, как вас действительно шибануло там пулей, осколком. Вот так, что вы ничего тут не соображаете. Все это, естественно, болит, все это там, знаете, такая, какая-то болька, действительно, какой-то колбом вставили в голову. Что? Я до этого читал, что, будем говорить, можно сойти с ума от этого, от этих всех экспериментов, когда человек это все делает неправильно, без учителя. И я ощутил вот этот результат. И после этого я перестал этим заниматься. Энергию, знаете, по чакрам там не тяну там, специально, чтобы этого не было. Далее. Второй случай. А второй случай мне, вот, когда я начал осознанно заниматься красивыми словами, то есть посредством того, что я подобрал слова, это все в газете можно найти, зайдете на сайт и все, прочитаете в газетах моих статья, как я занимался красивыми словами. И даже эти слова приведены. Вот, я их выписывал, потому что, когда ты пишешь, это более такая, знаете, хорошая связь, нежели ты только их произносишь. И значит, что у меня произошло? Я подключился вот к тем информационным пространствам, в которых творчество. Значит, это сказалось на мне так, что у меня такое радостное настроение, радостное настроение, возвышенно радостно, я переполнен энергией, стихи идут через меня. Я думаю, о, теперь я стихи буду сочинять и так далее, так легко и просто, знаете, все это идет. То есть, это, как бы сказать, оттуда вроде как человек стремится и думает, ага, ну дадим ему вот это, вот он подключился, все это такое. Как он дальше этим воспользуется? И вот представьте, выезжая из гаража, напротив ворот сперли люк водопроводный, и машина может провалиться в этот люк, вот, и тогда как раз этот металлолом собирали. И вот в голове у меня звучало, вот, вот не надо никаких делать пожеланий плохих тем людям, которые сперли вот этот люк перед моим гаражом. И я сделал. Все-таки, понимаете, вот она, перла через меня, понимаете, когда у вас повышенная энергетика, она прет, значит, с ней тяжело совладать. Сразу же все обрубилось. Энергии, как бы сказать, знаете, вот обычный уровень, никаких стихов и так далее. И я понял, это все дело заслуживается разумным трудом, который вы ежедневно делаете, ежедневно этим занимаетесь. И вы тогда то, что вы осознанно наработали, это уже ваше, это вы уже не отдадите, это уже не профукаете. И это уже вот какие-то такие, знаете, ваши достижения. И вот примерно только вот сейчас, только сейчас, вот когда я прошел вот этот вот путь, что-то у меня стало получаться в этом отношении. то есть в отношении сверхспособностей каких-то там, говорит. Но голодом они, да, а что голод делает? А голод просто-напросто, так как запускает процесс получения энергии через тонкие тела, вы более лучше их чувствуете, и как бы стать более, становитесь чувствительными. Но способностей вы не получаете. Вы просто лучше чувствуете вот эти тонкие миры различные. Сны замечательные, такие яркие на голоду. Вот и все. Продолжение следует...